Мы изложим сейчас свою коллективную позицию по ситуации, которая сложилась на выборах в Приморье. Наша позиция заключается в следующем. Прежде всего, хочу поблагодарить всех избирателей, все наши штабы, штабы по организации выборов протестных действий, всех наших кандидатов, помощников, юристов, нашу дружину, которая обеспечила охрану и безопасность за мужественную и добросовестную работу. До 97,8%, которые считали избирательной комиссией, вводили в систему вас выборы, все шло более-менее нормально. Наш кандидат лидировал с отрывом 28 тысяч голосов и уже, казалось, нет никакой возможности изменить эту ситуацию. Но затем все зависло, как это было не раз на выборных кампаниях. Нечто подобное было в свое время в Иркутске, когда в час ночи мы с Левченко отметили победу, а утром, оказывается, мы уже проиграли 2%. Потом мы долго и упорно судились, но в нашем суде доказать что-либо в правовом плане практически оказалось невозможно. Здесь ситуация была еще на порядок хуже. Журналисты сообщили о том, что некто дал официальную команду фальсифицировать выборы. Одни называют фамилию Трутнев, другие называют иные фамилии. Я бы хотел услышать от Трутнева официальный ответ, давал ли он эту команду или нет. По крайней мере тот беспредел, который начался после двух часов ночи, свидетельствует о том, что кто-то побещал этим мерзавцам и преступникам высокой пограничества и прикрытия. Что касается фальсификации, здесь выбрали фактически три района. Советский район непосредственно в городе, затем Артем и Уссурийский район. В советский район наша команда во главе с Афориным прибыла после 12 ночи с одной просьбой – ввести оставшиеся 13 протоколов для того, чтобы результат стал очевиден. Вместо этого там Калмыков, заместитель руководителей комиссии, вместе с представителями городской власти устроили нам большой скандал. Но наши товарищи наставили на том, чтобы результат был официально введен. Сегодня моя служба подтвердила, что результаты были введены, но они не прошли в соответствии с законом. Мы считаем, что до конца избирком не разобрался, что случилось в этом районе, хотя эти 13 участков ими аннулированы. Наиболее беспрецедентная ситуация сложилась в Уссурийском районе, где, по сути дела, наших наблюдателей команду. Пять человек арестовали в здании администрации, заперли в кабинете и не впускали туда никого. Даже скорая помощь не сумела пробиться, когда стала одному из этой команды плохо. Более того, полицейские службы выполняли роль охраны этого беспредела, не пропуская к зданию ни депутатов Государственной Думы, ни тех, кто, собственно говоря, отвечал за контроль на этих выборах. Они там сидели и переписывали протоколы под диктовку главы этого города, некто Корфь Евгений Евгеньевич, человек, который преследуется по суду. Говорят, он находится под подпиской Невырия. Видимо, он почувствовал, что ситуация для него складывается драматическая. Пошли во все тяжкие. Они переделывали протоколы. Вот надо разобраться, в каком составе кто переписывал и каким образом они добавляли главному действующему лицу руководителя, временно исполняющего обязанности руководителя этого края. Добавили они почти 15 тысяч голосов в течение одного часа. Мы, в принципе, настаиваем прежде всего на тщательном расследовании этой криминально-уголовной драмы. Потому что недопустимо, чтобы в наше время, тем более в приморском уважаемом крае, так вели себя некоторые руководители. Должен сказать, что прикрытие этим руководителем, видимо, обеспечивали и действующие, исполняющие обязанности глава районегиона Тарасенко Андрей Владимирович и его заместитель по внутренней политике, некто Братыненко. Братыненко, хочу, чтобы вы запомнили эту фамилию, который дирижировал всем этим уголовным концертом. Он был в свое время, Братыненко, советником и помощником правой рукой по организации выборов у Хорошавина на Сахалине. Как известно, Хорошавин сейчас сидит в тюрьме. Вот такой представитель у Тарасенко, который занимался и продолжает заниматься выборами. Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела. Речь идет не о кровожадности. Мы считаем, что это в принципе недопустимо совершенно. В наше время, когда администрация, правоохранительная система и члены выборной кампании за избирательной комиссией организуют преступную группировку, которая дает заледомо лживые результаты. Причем эти лживые результаты видны всей стране. Все, кто наблюдал за выборами, видели бегущую строку. Вначале давали лживые данные. Я обратился и в администрацию президента, и в ЦИП. А вот обратился к телевизионщикам, сказал, картина иная. Вот у меня на руках 200 протоколов. Вот как складывается, и вот какие тенденции. После этого отдать должное. Поправили. И вот до 98 процента шла более-менее объективная картина. Потом она оборвалась. А утром уже включаю. 5 утра, полшестого. Уже бежит строка, что побеждает Россенко. Но мы все грамотные люди. Если бы мы не участвовали в выборах, не подсчитывали. Мы знаем элементарные законы математики. Если ты отстаешь на 28 тысяч голосов, ты не можешь их собрать на 15 участков. Тем более там показать. Тем более мы видели у нас копии протоколов. Там он проигрывает, а не выигрывает. Поэтому это воровство полномочий, а не только голосов. Это уголовное совершенно преступление. Здесь сегодня на комиссии Гулавин стал упрекать нас в том, что мы якобы пытаемся засудить учителей. Я давно обращался и к Панфиловой, и к администрации. У вас почти везде в комиссиях учителя. Директора школ возглавляют эти комиссии. Вы учите учителей воровать голоса, приписывать. Вы разлагаете тех, кто обязан нести честь и достоинство каждому нашему школьнику. Вы разлагаете общество беспардонным образом. Мы не настаиваем на том, чтобы кого-то привлекли в уголовное дело. Но мы настаиваем, чтобы было расследование, в результате которого и те, кто там был в комиссиях, заявили, нас корж заставлял это делать. Или провернуть пусть. А уголовное, если за чистосердечное признание, ничего не бывает. Но те, кто заставлял и фальсировал, должны сидеть в тюрьме. Закончить надо это лавочко. Сброс такая стыдопушка. Нас больше всего это поразило. Я с огромным удовольствием наблюдал встречу в Дальнем Восточном. Я видел, как президент вел переговоры с Единьбинем. Нам с Китайской партией в ближайшее время очередной меморанду подписывают. У нас очень тесные связи. И мы активно способствуем тому, чтобы наша страна вышла на восточные рынки и имела там солидную поддержку. Причем наши друзья и коллеги и в Китае, и во Вьетнаме, и в Северной Корее, и в Индии нас очень активно поддерживают. Они исключительно влиятельны там во всех сферах власти. Что касается ЦИКа, они приняли решение. Мы считаем, что решение должно быть правовым. Оно должно быть обосновано тогда. То, что у них не сходится на доли процента, но я не понимаю, почему они не хотят расследовать самые крупные преступления, которые произошли в городе Уссурийске. Они должны прежде всего там расследовать. Ну а мы материалы с грубейшими нарушениями, с копией протоколов и с тем, что они ввели фальсифицированные результаты, отправили их к генеральному прокурору. Он обязан это расследовать. Отправили в Следственный комитет. Они обязаны провести обстоятельное расследование всей преступной деятельности Камарилии, которая там засела. Мы отправили администрацию президента и переговорили. Эти материалы есть в Центральной избирательной комиссии. Но хочу вам напомнить. Это проложение той же трагедии, которая складывалась на выборной кампании президента. Нептабулавин, первый заместитель Панфилова, сидел и дирижировал такими же операциями, сидел, без конца вводя в заблуждение граждан страны. Он не имеет права этого делать. Все эти наветы на Грудинина, они дорого обходятся обществом. Три месяца там сидели нововики, вывертывали карманы за 20 с лишним лет в лучшем хозяйстве. Я им говорил, посмотрите вокруг, в Ленинском районе Московской области было 15 хозяйств, 14 поделяли на пои и уничтожили. Одно уцелело Грудинина, стало лучше. Вы душите последнее хозяйство, которое вокруг Москвы кольцо 108 километров. Ни одного не уцелело, одно Грудининское. И вы его убиваете. Насил материалы президенту, премьеру, приглашил и так далее. Пока иностранные журналисты не съездили туда, не показали по всем каналам, немножко отвязались и так далее. Теперь сидит Шевченко в этом самом Хакасии. Сейчас смотрю эфир. Сидит и комментариев поносит, все советское, все коммунистическое и народное. Официально вам заявляю, мы туда отправили 400 наблюдателей. И ни одного факта, ни одного факта, нарушение не пройдет мимо них. Они все зафиксируют. Вот сейчас сидит, смотрю прямой эфир в центре избиркоме, заявляет этот представитель, заместитель Калмыков из советского ТИКа, что якобы приехал Афонин и мешали им... У нас есть полная съемка беседы Афонина с советским ТИКом. Полная съемка. И мы вам покажем, кто там задирался, кто орал, кто матерился и каким образом все происходило. То же самое будет и в Какасии. То же самое. Современная техника нам позволяет это делать. И эту конференцию, чтобы не показывали, мы ведем в прямом эфире. Вечером 60% граждан будет знать реальную правду. Включаю сейчас весть.